МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это американский сквозной эфир в Нью-Йоркской студии РТВА Диана Лесничья. Здравствуйте. Сегодня среда, 18 октября. И сначала главные новости дня коротко. Администрация Байденом ввела санкции против секретного инвестиционного портфеля ХАМАС. Речь идет о 10 ключевых членах группировки, сотрудниках, а также финансовых посредниках, связанных с Ираном и о расположенной в Газе бирже виртуальных валют. Российская Госдума одобрила отказ от договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Он был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, а США и Китай нет. Израиль запросил у Соединенных Штатов чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов, в том числе снаряды для системы ПВО «Железный купол» и высокоточные бомбы. Пакет американской помощи с израильским руководством обсудит президент Джо Байден, прибывший сегодня с визитом в Тель-Авив. Глава Белого дома заявил, что США поддержат Израиль в борьбе с ХАМАС. Пентагон согласился поставить Украине 20 тактических ракет АТАКАМС с самым низким радиусом действия. Они должны использоваться для ударов по российским логистическим линиям в Украине и прифронтовым аэродромам. Федеральные органы по контролю за безопасностью дорожного движения начали расследование против подразделения «Дженерал Моторс» компании «Круиз». Она занимается разработкой беспилотных автомобилей. Дело открыли после нескольких аварий, в которых пострадали пешеходы. Властям предстоит выяснить, достаточно ли меры безопасности разработаны компанией. США наложили вето на резолюцию Совбезоум, которая содержит призыв к гуманитарной паузе в конфликте между Израилем и боевиками ХАМАС. Инициативу внесла Бразилия. 12 стран-членов этого органа проект поддержали. Великобритания и Россия при голосовании воздержались. Документ, призывающий к прекращению огня в секторе газа из гуманитарных соображений, не содержит слов о праве Израиля на самооборону. Ранее Совбез не смог принять похожую резолюцию, предложенную Москвой. Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжает ближневосточную поездку. В Израиле он встретился с премьером страны Бенемином Нетаньяху. Остальные подробности узнаем у корреспондента Артевиана в Лижнем Востоке Бориса Штерна. Он выходит на прямую связь со студией. Борис, приветствую. Тебе слово. Диана, добрый вечер. Сегодня был довольно тяжелый день. Но надо отметить, что визит американского президента изрядно его улучшил. По крайней мере, в первой половине дня израильская территория обстреливалась минимально. Впрочем, сирена все-таки прозвучала в одном из крупных городов юга, в столице Негива в Бершеве. В остальном, можно сказать, что сегодня в первой половине дня было затишье. Однако, как только Байден покинул Израиль, практически вся центральная часть страны была накрыта очень мощным ракетным залпом. К счастью, пока нет информации о серьезных разрушениях или пострадавших. Но система железных купол сработала в полной мере. Байдена в аэропорту встречали премьер-министр и президент государства Израиль. Затем начались переговоры сначала лично с премьер-министром Бениамином Нетаняву, затем с военно-политическим кабинетом и чрезвычайным военно-политическим кабинетом, который в данную минуту вот сейчас управляет государством Израиль и принимает важные стратегические решения. В принципе, в израильской прессе, да и в обществе уже назвали этот визит, наверное, самым коротким в истории двусторонних отношений, с одной стороны, а с другой стороны, самым важным в истории этих отношений. Байден подтвердил, что Израиль находится в приоритете. Байден подтвердил, что Израиль имеет право на самооборону. То, что Израиль получит оружие и поддержку. И это было очень важно. На совместной пресс-конференции, после встречи двух лидеров государств, Байден и Нетаняву, очень четко определили темы, о чем они говорили, и определили перспективы текущей ситуации. Вот что сказали президент США и премьер-министр Израиля. Я должен и далее прилагать усилия, чтобы у вас было все необходимое для защиты. Мы позаботимся о том, чтобы так и было. Я хочу сказать о народе Израиля. Их смелость, их преданность своей стране, их отвага потрясающие. Я очень горд находиться здесь и рассчитываю на конструктивный диалог о том, в какую сторону нам двигаться дальше. Я очень опечален и рассержен ужасным нападением на больницу в Газе. На основе того, что я увидел, похоже, этот удар был нанесен другой командой, не вами. Мир ясно видит вашу поддержку, проводящую четкую линию между силами цивилизации и варварскими силами. 1400 человек были убиты. Мир должен объединиться, чтобы победить Хамас, как мир победил исламское государство. Монстры Хамаса убили 1400 израильтян. Мы маленькая страна с населением в 10 миллионов человек. Это как 50 тысяч американцев, это как 20-ти кратное 11 сентября для США. Плюс поддержка, которую получил Израиль в Совете Безопасности ООН. Это тоже очень важный момент сегодняшнего дня. Резолюция, предложенная Бразилией, она, конечно же, не устраивает Израиль, но она не устраивает Вашингтон. И это большой плюс. Вета сработала. Очередная антиизраильская резолюция в Совете Безопасности не прошла. К сожалению, в общем-то, были и довольно печальные или, скажем, тревожные моменты во время этих переговоров. И во время этого визита президент Соединенных Штатов встретился с семьями израильтян, имеющими двойное гражданство, которое находится сейчас в плену у Хамаса. Всего там 199 человек. Он пообещал гражданам Соединенных Штатов и Израиля из этой вот группы, что Соединенные Штаты будут заниматься их освобождением. Однако вот следующая тема – гуманитарная помощь жителям Газы, на которую Вашингтон готов выделить 100 миллионов долларов. Эта тема стала причиной внутреннего израильского скандала. Как минимум, несколько министров израильского правительства уже заявили о том, что они выступают против передачи любой гуманитарной помощи на территорию сектора Газы, несмотря на то, что в Израиле прекрасно понимают тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе. И родители похищенных, которые встречались сегодня с президентом, сказали, что они выступают против подобного решения и будут оказывать давление как на американское, так и на израильское правительство. Как оно будет выглядеть, не знает на самом деле, конечно, никто. Визит закончился примерно около шести часов вечера. Президент, самолет президента покинул Израиль. Сразу же начались ракетные обстрелы. На самом деле, американский президент должен был лететь в Иорданию. Однако там после вот этого инцидента с больницей в Газе отказали американскому президенту во встрече. Плюс глава палестинской автономии сказал, что он не готов встречаться с американским президентом на фоне трагедии в секторе. Ну, в общем, вот так складывался этот визит. Плюс параллельно все остальное. Жители юга находятся в ужасном положении. Там постоянные ракетные обстрелы. Они продолжились после завершения визита Байдена. Граждане Израиля пытаются объединиться, организовывают специальные волонтерские центры, собирают гуманитарную помощь для пострадавших районов, собирают гуманитарную помощь для солдат израильской армии. А в Аждоде, где сегодня побывала наша съемочная группа, даже начинается патрулирование добровольческих таких групп, групп самообороны. Одну из таких групп в Аждоде возглавит известный израильский общественный деятель Алекс Кагальский. И вот как он нам объяснил, кто войдет в эту группу и чем она будет заниматься. Разный совершенно возраст от 25 до 65 лет. Жители города, те, которые сейчас не задействованы как резервисты в армии обороны Израиля, те, которые не задействованы в службах спасения, в службах первой помощи. Люди, многие из тех, которые продолжают ходить на работу, работать, и готовы нести волонтерскую службу в свободное от работы время за счет своего свободного времени. Эти отряды будут под эгидой ИРИИ, под управлением муниципалитета города, под управлением службы безопасности города, работать по закону и по правилам. Это речь идет о людях без оружия, те, которые могут принести посильную пользу в охране правопорядка и помощи нуждающимся гражданам. В остальном все по-прежнему сложно. Ракетные обстрелы продолжаются. 1400 погибших израильтян, почти 4000 раненых, 199 заложников в руках у Хамаса. Назимная операция до сих пор не началась. Что будет завтра или сегодня ночью, да даже через несколько минут, не знает на самом деле никто. Диана. Спасибо. Берегите себя. Напомню, корреспондент Артевиай на Ближнем Востоке был с нами на прямой связи, Борис Штерн, и к нам присоединяется Лори Натан, директор Института международных исследований мира, университета Нотр-Дам. Здравствуйте. Мой первый вопрос. В чем, по-вашему, смысл ближневосточного турне Байдена по результатам вылазки боевиков в Хамас, и о чем он способен договориться с ближневосточными политиками? У него есть несколько целей. Во-первых, это высказать солидарность с израильтянами и евреями, с израильским правительством, и, кроме того, призвать к сдержанности в израильской операции в Газе, также получить гуманитарный допуск к населению Газа. И четвертый момент, цель администрации Байдена – предотвращение эскалации ситуации и недопущение того, что этот кризис перешел в региональную войну. И, кроме того, предупредить Избалу и Ливан, и Иран, чтобы они не вступали в этот конфликт, в военный конфликт. Не случился визит президента Байдена в Иордане, где он должен был встретиться с королем Абдалой II. Вообще, какую роль, по-вашему, Иордане играет в урегулировании сложившейся ситуации? Я не думаю, что Иордания в этом смысле будет играть какую-либо значительную роль. Во-первых, они являются союзниками палестинской автономии на западном берегу реки Иордан и также являются союзниками в политическом смысле палестинской организации. И Египет имеет больше здесь влияния, и я думаю, что Иордания в этом смысле не имеет большого влияния. А как может развиваться в этом случае общение с Египтом со стороны США? Это очень интересное взаимоотношение, на самом деле, потому что вы знаете, что президент Эль-Сиси, который получил власть в результате переворота, США поддержали этот переворот, потому что они тогда были против мусульманского братства. Но вот этот альянс начинает распадаться или, скажем так, подвергается значительному давлению, когда у палестинцев кризис, когда они на их болевые точки давят, и когда сейчас используется сила в Газе, особенно если будет впечатление, что эта сила чрезмерно применяется, то все сложнее Египту становится продолжать позитивные отношения с Соединенными Штатами, а именно продолжать те отношения, которые потенциально могут выглядеть как конфликтующие с палестинским интересом. Поэтому они будут продолжать стремиться выражать солидарность с палестинским народом. А какова Ваша оценка дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке? Насколько справедливы утверждения, что дни Хамаса сочтены? Я бы сказал, что я могу ошибаться, но мой прогноз, а мое предсказание – да, в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной перспективе. Если позволить себе такую метафору, то можно убить отцов, но сыновья, внучки, внуки вступят на их место, поэтому можно, наверное, убить некое количество лидерства, но полностью разрушить эту экстремальную идеологическую позицию очень сложно. И даже если израильской армии удастся разрушить сейчас власть Хамаса в Газе, я не думаю, что в долгосрочной перспективе этому есть резолюция. У нас осталось буквально полминуты. По-вашему, есть ли угроза того, что Хизбалла при каком-то стечении обстоятельств может полномасштабно подключиться к нынешней эскалации? И что это могут быть за условия? Это очень опасная ситуация. И Хизбалла сейчас пока не высказала четкого решения в сферной эскалации. Они как бы пытаются дразнить Израиль, и они взвешивают последствия полномасштабной атаки, поэтому трудно понять, как они проводят свои прикидки. Они наверняка консультируются с Ираном, и непонятно, что будет в этом случае. И если Израиль и Америка отреагируют на эту вылазку полномасштабной атакой, то есть риск эскалации войны в регионе. Спасибо большое за ваш комментарий. Лорина Атан, директор Института международных исследований мира, университет Ноттердамбл. С нами на прямой связи. Мы двигаемся дальше. Снова провал. Конгрессмен Джим Джордан не смог получить пост спикера Палаты представителей после второго тура голосования, который состоялся сегодня. Он вновь не набрал достаточного количества голосов, для того, чтобы стать спикером, в результате чего руководство Палаты остается в подвешенном состоянии. Сегодня против Джордана проголосовали 22, прошу прощения, республиканцев, в то время как вчера ему не поддержали 20. В итоге во втором туре Джордан набрал 199 голосов, при этом 22 республиканцев, как я уже сказала, проголосовали против. Кандидат от демократов Хаким Джеффрис получил 212 голосов, но Джордан не планирует сдаваться, и его представитель уже заявил, что они пойдут дальше. В последние несколько дней ведется много неофициальных разговоров, и их может стать больше, потому что у Джима Джордана явно нет голосов, чтобы стать спикером, и на это есть веские причины. Джим Джордан – это образец экстремизма мага, и он представляет собой явную и настоящую опасность для нашей демократии. В стане республиканской партии достаточно достойных кандидатов, и мужчин, и женщин, которые имеют достаточную квалификацию для того, чтобы занять пост спикера Палаты представителей. И я вас уверяю, Джим Джордан не в их числе. Сегодня было 4 новых голоса против Джордана. После очередного провала Палата представителей объявила перерыв. Политики разделились. Кто-то планирует поддерживать Джордана и дальше. Многие высказались за наделение полномочиями временного спикера Палаты представителей Патрика МакГенри, даже если для этого придется принимать соответствующую резолюцию. Обсудим продолжающийся кризис. Дмитрий Клейн, публицист, сторонник демократических взглядов, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. По-вашему, какова основная проблема у республиканского кандидата Джордана с однопартийцами в Конгрессе, если даже они так рьяно его не поддерживают? Конечно, Джордан выглядит достаточно умеренным кандидатом по сравнению с предыдущими, скажем, попытками. Но мне кажется, сейчас очевидный тренд республиканской партии. Они хотят дистанцироваться от ультраправого трампистского крыла как можно дальше. Поэтому они двигаются все больше и больше влево, очевидно. И поэтому, я думаю, они хотят выбрать не просто умеренным кандидатом, а кандидатом, который бы даже устраивал демократическую партию. То есть все-таки не будем забывать, что в палате представителей, хотя у республиканцев большинство, но демократы там тоже присутствуют. Какие-то реальные альтернативы, например, вы видите с учетом позиций обеих партий? Это достаточно простая позиция. То есть в настоящий момент Патрик Макгенри, который выполняет временные обязанности спикера, он устраивает все больше и большее количество людей. Именно потому, что предыдущие попытки провалились. И республиканцы говорят о том, что мы, наверное, мы согласны, чтобы наделить его постоянными полномочиями. И даже демократы вырезали желание некоторым поддержать эту кандидатуру. То есть, может быть, это будет даже, ну, скажем, частично коалиционный такой представитель. Мне лично Патрик Макгенри представляет... ...с очень перспективным. Молодой, прогрессивный, из команды Буша... Ну, прогрессивный, насколько это может быть прогрессивный республиканец. Из команды Буша не замаран трампизмом. И вообще, мне кажется, сейчас республиканская партия очевидно сожалеет о том, что они когда-то допустили вот это ультраправое трампийское крыло в своей ряды. И хотели бы просто наглядно избавиться от всех людей, которые хоть как-то выглядят правыми, тем более ультраправыми. Так что давайте Патрик Макгенри, я думаю, это будет реальный президент. Есть ли вообще каковы, по-вашему, реальные пути решения сложившегося кризиса, ну, кроме Макгенри, да, может ли быть как-то еще повернуться эта ситуация? Ну, я, честно говоря, хотел бы, чтобы победил вообще представитель демократической партии. Я просто не знаю, насколько реально это возможно, когда фактически перевес голосов у республиканцев. Вот. Но, ну что, человек из команды Буша, вот кроме Макгенри, я пока не вижу никаких реально других кандидатов. И не зря его назначили на эту должность временно исполняющим обязанности. То есть это же не случайный выбор. И мне кажется, что вот он был сделан именно с тем, чтобы показать через какое-то время, что а мы не сможем найти лучшего человека, вот давайте попробуем. И смотрите, мы все ближе и ближе, все левее, левее к нему приближаемся. И все дальше, говорят трампистов. Поэтому я, честно говоря, для меня это уже единственная фамилия, единственный человек, который, мне кажется, реальным кандидатом на эту должность. А предпринимает, прошу прощения, у нас осталось буквально полтора минуты, какие шаги предпринимает Белый Дом? Предпринимает ли, потому что угроза шатдауна возвращается, как и проблемы с бюджетом, собственно, на 2024 год? Мне кажется, Белый Дом выждал паузу, выдержал паузу до тех пор, пока, значит, республиканцы показали свою некоторую неспособность справиться с ситуацией. Теперь Белый Дом, опять-таки, напоминаем, что это не просто Белый Дом, а это демократический президент и лицо демократической партии. Она говорит, слушайте, мы готовы уже пойти на очередное сотрудничество коллекционное с республиканцами в Нижней Палате Конгресса. Если кандидатура будет устраивать, вообще говоря, обе партии, и еще раз я уже третий раз повторяю, для меня Мак-Генри это кандидатура, которая, наверное, устроит обе партии, и Белый Дом это поддержит. Спасибо большое за ваш комментарий. Дмитрий Клейн, публицист, сторонник демократических взглядов, был с нами на прямой связи. Мы переходим к следующей теме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общий объем инвестиций в эту глобальную проектную сеть более триллиона долларов. Организаторы мероприятия заявляют, что цель третьего по счету форума – обеспечение непрерывного продвижения к всеобщему процветанию и развитию. Накануне на приветственном ужине к участникам с речью обратился председатель КНР Си Цзиньпин. Весной распускаются цветы, а осенью собираются плоды. За прошедшие 10 лет с начала реализации инициативы «Пояс и путь» Китай и партнеры по проекту совместно работали над поддержанием духа шелкового пути, который характеризуется миром и сотрудничеством, открытостью и всеохватностью, взаимообучением и взаимной выгодой. В рамках инициативы «Пояс и путь» были реализованы тысячи совместных проектов, достигнуты прочные и значительные результаты. Нарисована великолепная картина сотрудничества, взаимосвязанности и общего развития. Совместная работа нацелена на взаимную выгоду и несет в себе надежду. На протяжении всей истории развития человечества только при неустанных усилиях мы можем добиться плодотворных результатов. Сотрудничество в рамках инициативы находится в расцвете сил после активного десятилетия и движется к следующему золотому десятилетию. В рамках мероприятия запланировано проведение трех подфорумов высокого уровня и шесть конференций, в том числе с участием предпринимателей. Пекин рассчитывает вовлечь в проект максимальное число стран, в том числе в Африке и Латинской Америке. Обсудим с нашим гостем. К нам присоединяется Кайл Шосток, директор компании Navigator Principle Investors. Здравствуйте. И мой первый вопрос. В чем, по-вашему, основные выгоды для Китая, как экономические, так и политические? Добрый день. Спасибо. Основная выгода, и как мы это видим сейчас из проходящего формы, это тот факт, что Китай собирает под свое крыло огромное количество представителей различных стран, где он на протяжении 10 лет проводил вот эти вот масштабные инфраструктурные проекты, и представители бизнеса. И выгода эта политическая, во-первых. Во-вторых, это выгода экономическая, потому что эти компании и эти госорганизации являются контрагентами китайских компаний, китайских строительных компаний, китайских банков и китайских инфраструктурных компаний по развитию соответствующих проектов у себя в этих странах. И сейчас, как в Корее, экономическая повестка превалирует, наверное, но с точки зрения политической Китай, безусловно, получает выгоду из того, что путем такой мягкой силы до последних 10 лет, и это время подводить итоги, Китай собрал вот такое вот внушительное количество стран и компаний, которые, в принципе, следуют китайскому пути. Можно ли уже обозначить какие-то основные проблемы и вызовы, уже существующие, может быть, намечающиеся? Если разобираться об эффективности использования средств в рамках этого огромного масштабного проекта тысячелетия, то надо сказать, что и эта информация очень носит закрытый характер. Огромное количество этих проектов, они попросту не реализованы или не выгодны с экономической точки зрения, то есть убыточны. Это основная проблема, потому что эти проекты простаивают, накапливается большое количество задолженностей перед контрагентами и перед китайскими банками, и все это давит на тончленную экономику Китая. На сегодняшний день фонд «Шелковый путь», который администрирует распределение средств по этим проектам, перешел от более масштабных проектов к более мелким, более мобильным, более технологичным, более коммерческим, более окупаемым. Я сам направляюсь к Китай через два дня, я знаю, как этот процесс отбора работает. Могу сказать, что Китай становится, перейтируется на более выгодные условия этих контрактов. Что, кстати, можно назвать главным в повестке третьего форума? Есть ли что-то, на что стоит обратить внимание и почему? Безусловно, тот факт, что на этом форуме в числе почетных гостей и, наверное, основной почетный год – это российский президент Владимир Путин. Это жесткий такой сигнал западу, коллективному западу о том, что Китай поддерживает Россию политически. И, в общем-то, вся эта инициатива, она становится довольно антизападной. То есть один пояс, один путь сейчас рассматривается в рамках такого глобального противостояния Китая коллективному западу. То есть также отметить, что вот именно на этом форуме практически не представлены западные страны. Европейский союз не представлен вообще, за исключением Виктора Орбана, главы Венгрии, который приехал туда. А на предыдущих таких форумах приезжали представители Италии, Греции, Испании и других европейских стран. США на этом форуме не представлены в том. Кстати, как к инициативе относятся Соединенные Штаты и как вообще ее реализация сказывается и сказывается ли на двусторонних отношениях между США и Китаем? Безусловно, США есть чему поучиться у организаторов такого форума. Надо сказать, что это, конечно же, очень плохой сценарий для США, где Китай таким открытым образом приветствует у себя Путина. И выстраивается сильный и прочный альянс, во всяком случае демонстративный альянс, который основывается на принципах многополярности и не вмешательства в суверенитет друг друга. И США такого аналогичного форума не имеет. Если говорить о каких-то мероприятиях, которые организуются в рамках ИСИАН или в рамках организации Америка, то это не имеет такого большого охвата. Китай в этом случае собрал огромное количество стран. И в этом году, хотя представительство не такое большое, какое оно было раньше, у США стоит поучиться тому, как такие форумы проводить. Вот. Что касается отношения США к этой инициативе, то оно всегда было скептистичным. Они всегда критиковали тот факт, что странам влезают большие задолженности перед Китаем. Практически они говорили о том, что эта политика не указала ниализма. А вот, кстати, я бы хотела задать уточняющий вот этот вопрос. Не сажает ли Китай развивающиеся страны на долговой углу? У нас буквально с вами там минутки-полторы. Это хороший вопрос. Де-факто существует огромная задолженность перед китайским экспортом и импортным банком, которые выделяют эти средства, и перед китайским фондом шоукового пути. То есть многие эти проекты, они односторонние, и они заранее невозвратны. Как мы знаем, экономика Китая сейчас страдает от большого количества задолженностей в банковской системе. Я думаю, что вот эта вот, собственно, эта инициатива во многом определяет тот факт, что китайские банки столкнулись с таким большим количеством долгов, в принципе. С другой стороны, эти объекты инфраструктуры во многом реальны. Они работают. И если не сегодня, то они будут работать завтра или через 2-3 года. Так это обычно всегда начинается. И Америка здесь не исключение. В Америке только 100 лет назад начинали строить хайвеи. Они сначала не были активно использованы, а потом население начало их использовать. Поэтому в ответ на ваши вопросы да и нет, скорее всего. Спасибо большое за ваш комментарий. Кайл Шусток, директор компании Navigator Principal Investors, был с нами на прямой связи. Это сквозно-американский эфир из нью-йоркской студии RTVI. Мы продолжаем, прежде чем мы вернемся к главным темам. Основные новости дня коротко. Сегодня в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН не смог принять предложенную Бразилии резолюцию по ситуации в Израиле и секторе газа. Проект поддержали 12 стран, Россия воздержалась. Соединенные Штаты проголосовали против, применив право ВЕТА. Документ, призывающий к прекращению огня в секторе газа из гуманитарных соображений, не содержит слов о праве Израиля на самооборону. Министр обороны США Ллойд Остин перевел около 2000 военнослужащих и ряд подразделений в состоянии повышенной готовности в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. В Пентагоне пояснили, что приказ о развертывании повышает способность быстро реагировать на меняющуюся обстановку в области безопасности. Полицейский в штате Джорджия застрелил афроамериканца, который ранее провел более 16 лет в тюрьме, по ложному обвинению. Инцидент произошел, когда помощник шерифа остановил машину 53-летнего Леонардо Алина Кьюра. Мужчина проявил агрессию во время общения, и полицейский выстрелил в Кьюра из пистолета. Южная Корея, США и Япония завершили работу над созданием трехсторонней горячей линии связи. Это стало еще одним свидетельством укрепления трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности. Горячая линия появилась на фоне военной напряженности Северной Кореи и растущего влияния Китая в регионе. Спасительный противовирусный препарат от COVID-19 может подорожать в 3-5 раз. Сейчас пак Славит стоит 530 долларов, однако эксперты уверяют, что в следующем году его цена может вырасти до 2500 долларов, а значит препарат станет почти недоступным для широких групп пациентов. Главы ведущих разведок стран Запада прибыли в США, здесь они обсуждают угрозы, которые несет Пекин. Приоритетное внимание компетентные лица уделили в сфере высоких технологий, которые в последнее время часто выходят на первый план. Почему китайский искусственный интеллект невозможен без американских ускорителей, продолжит тему Данил Русаков. АПЛОДИСМЕНТЫ Для разведок США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Канады говорили в Стэнфордском университете. И все как один сошлись во мнении риски, которые несет миру коммунистический Пекин, беспрецедентные. Одно из полей, на которых происходит не то конкуренция, не то ожесточенная битва, это инновационные технологии, в том числе разработки искусственного интеллекта. На все это КНР тратит огромные деньги. Уже к 2025 году объем рынка ИИ в Поднебесной достигнет почти 62 миллиардов долларов США. Новые технологии обладают потенциалом изменить наш мир совершенно фундаментальным образом. Я думаю, что мы все должны позаботиться о том, куда эта энергия идет. Если вы сегодня работаете в сфере высоких технологий, возможно, вас не интересует геополитика, но геополитика, безусловно, интересуется вами. На этой неделе США ввели в действие обновленные правила экспортного контроля, которые распространяются на ускорителе моделей NVIDIA A800 и H800. Теперь, чтобы ввести в Китай американскую разработку, экспортерам придется отправить соответствующий запрос регуляторам. И по истечении 25 дней последние вынесут вердикт, нужна или не нужна специальная экспортная лицензия. Производители в КНР этими приборами заинтересованы давно, ведь без них трудно развивать электронные технологии, в том числе те, которые касаются искусственного интеллекта. Эта беспрецедентная встреча произошла потому, что сейчас мы имеем дело с еще одной беспрецедентной угрозой, и нет больше угрозы инновациям, чем китайское правительство. К новым проблемам добавляются нерешенные старые, в конечном счете накапливаясь они создают опасный мультипликативный эффект. Все нации ищут чужие секреты, и все нации стремятся к стратегическому преимуществу. Но поведение, о котором мы здесь говорим, выходит далеко за рамки традиционного шпионажа. И угроза заключается в том, что китайское правительство вовлечено в самое продолжительное, масштабное, изощренное хищение интеллектуальной собственности. Они воруют экспертные знания в беспрецедентных масштабах, как для истории человечества. А присутствовавшая на мероприятии в качестве модератора экс-госсекретарь Кандализа Райс заявила, что особое внимание Китай уделяет именно академическим институтам. Их преимущественно атакуют в том числе хакеры и вычищают всю ценную информацию с местных серверов. Не только виртуально, но и вполне себе в реальном пространстве между Пекином и США разворачивается конфронтация. Пентагон обнародовал кадры, на которых свыше 180 перехватов американских самолетов китайской авиации. Эта пленка появилась в общем доступе в преддверии выхода доклада, который расскажет о военной мощи КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Поведение о воздухе пилотов из азиатской страны официально американские лица называют рискованным и даже агрессивным. Впрочем, специальное слово «небезопасное», а его используют лишь в крайне вопиющих ситуациях, пока не звучит. Это почти 200 случаев, когда летчики Народно-освободительной армии Китая совершали безрассудные маневры или сбрасывали боеприпасы, или запускали сигнальные ракеты, или приближались слишком быстро, или слишком близко к американским самолетам. И все это лишь часть попыток помешать способности вооруженных сил США безопасно действовать в местах, где мы имеем право находиться в соответствии с международным правом. Американские военные специалисты говорят, попытки запугивания Пекин предпринимает сознательно и, возможно, таким образом всерьез готовятся к полномасштабному конфликту, который может произойти уже в ближайшем будущем. Итак, позвольте мне внести ясность. Перехваты происходят каждый день по всему миру. Подавляющее большинство из них проводятся безопасно и без инцидентов. Все это происходит в Индотихоокеанском регионе. Я сегодня здесь, потому что обеспечение безопасности наших военнослужащих является обязанностью номер один для оперативного командования. Вопросы безопасности становятся ключевыми везде. Место гипотетического столкновения США и КНР это Тайваньский пролив. На островном государстве, к слову, сейчас выборы и лидируют нынешний вице-президент и лидер правящей демократической прогрессивной партии Лай Цинде. В адрес КНР он придерживается жесткой риторики. А формулу, подобную гонконгской, две системы, одна сторона, официальный Тайбэй, на протяжении многих лет, последовательно отвергал. Данил Русаков, Михаил Харченко, Александр Ковалев, РТВА, Нью-Йорк. Нам присоединяется Ален Карлсон, профессор политологии международных отношений университета Корнелл. Здравствуйте. Мой первый вопрос. Что, по-вашему, западные разведки могут противопоставить Китаю в сфере технологии искусственного интеллекта? И вообще, почему КНР вкладывается в разработку ИИ? Замечательные вопросы. Сначала отвечу на ваш второй вопрос. Китай вкладывается в ИИ, потому что все вкладываются в ИИ, потому что они хотят и собирать развязывательную информацию, и заниматься бизнесом, и искусственный интеллект, наверное, определит, кто будет супердержавой в следующее десятилетие. Так что этим занимаются все. С точки зрения сдерживания Китая в этой сфере, я думаю, что это очень сложный вопрос, очень большая проблема. Да, есть санкции, да, есть мониторинг китайской деятельности, но опять-таки возникает здесь вопрос о том, насколько Китай может заниматься инновациями сам по себе, а не зависеть от кражи инструктальной собственности инженерных решений. Раньше они брали очень много из Запада исторически, и в этом смысле Китай сейчас в некоторых аспектах превосходит Запад по ИИ. Так что здесь есть вопросы большие. На ваш взгляд, о чем могут говорить участившиеся перехваты американских самолетов китайскими в Индо-Тихоокеанском регионе? Да, безусловно, сейчас много чего происходит в мире, много о чем можно говорить, но в этом конкретном случае, мне кажется, это менее важный вопрос по сравнению с тем, что происходит в мире. Да, есть определенный рост с 2021 года, количество перехватов китайскими самолетами, американских самолетов. Я не хочу это преуменьшать, но эта динамика существует уже много лет. Наверное, самый яркий пример 2021 год с самолетом EP-3, который вызвал дипломатический кризис между двумя странами. И мы, конечно, отслеживаем эти тенденции. Да, действительно, за последние несколько месяцев более агрессивные перехваты, их больше, но я не думаю, что это некий такой синдром Маверика, если использовать метафору фильма со стороны китайских пилотов. Я думаю, что это, безусловно, следствие команд, которые они получают. Но они, конечно же, может быть, и посмотрели фильм, и, в общем, таким образом его метафоры, его имиджи используют в своих полетах. Как раз обращаясь к тому, что происходит в мире, события на Ближнем Востоке, по-вашему, могут каким-то образом приблизить перспективы войны за Тайвань? Только, пожалуй, в самом отдаленном смысле, если так можно выразиться. Китай, безусловно, очень близко следит за тем, что происходит, как и остальной мир, с тем, что происходит в секторе газа. И я думаю, что они здесь пытаются и съесть свой торт и его сохранить. Тоже, если использовать американскую поговорку Ши Цзинпейн, несколько всего дней тому назад об этом говорил, о том, что Китай изменил свою позицию по Израилю в сторону большего критицизма. Но, опять-таки, это динамика конфликта, конфликта в мире, конфликт между Россией и Украиной. Китай за этим наблюдает гораздо более пристально о том, как можно вести военные операции против своего соседа. И я думаю, что в целом историческое лидерство Китая было в избегании риска. И если же думать о том, что еще плохого может случиться, то, безусловно, китайское нападение на Тайвань было бы таким, конечно, событием. У нас есть еще буквально минута. Возвращаясь к отношениям США и Китая, насколько достаточными можно считать по-вашему торговые ограничения, ввезенные против КНР? Я думаю, что торговые ограничения и санкции всегда имеют исключение, если так можно сказать. То есть они не абсолютные. Поэтому это не абсолютный запрет. Да, это механизм оказания давления на Китай. Китай возражает против подобного давления и публично, и частными, через частные каналы. И мы входим в период, который, наверное, скорее всего, приведет к встрече между Чи и Байденом в конце этого года. И я думаю, что здесь диалог между лидерами будет, скорее всего, вести к тому, чтобы попытаться перезагрузить взаимоотношения, которые сейчас находятся в состоянии некоторого кризиса уже некоторое время. Благодарим вас за участие. Ален Карлсон, профессор политологии международных отношений университета Корнелл, был с нами на прямой связи. Мы идем дальше. Американская сеть аптек Райт-Эйд на фоне многомиллиардной задолженности подала документы о начале процедуры банкротства. Долги Райт-Эйд достигли почти 3,5 миллиардов долларов, главным образом из-за сотен судебных исков, поданных против компании в связи с продажей опиоидных болеутоляющих. У них слишком много долгов. Многие магазины расположены в сельской местности, где просто не хватает объема продаж на уровне CVS или Walgreens в больших городах. И это длилось очень долго. Также у них не самые лучшие управленческие команды и на протяжении многих лет у них была колоссальная текучка. Аптеки по-прежнему будут работать в обычном режиме. Они, вероятно, просто закроют несколько сотен магазинов в течение следующих пары лет. Но в целом они же собираются остаться в бизнесе и продолжать обслуживать своих покупателей. На самом деле это просто ликвидация собственного капитала. Сеть Rite Aid насчитывает около 2000 аптек. В компании работает порядка 47 тысяч человек. Цена акции Rite Aid за два дня до объявления о банкротстве выросла на 4,9%. Однако с начала года капитализация компании рухнула на 80% до менее чем 37 миллионов долларов. Обсудим происходящее с финансовым консультантом. К нам присоединяется Евгений Гуревич. Здравствуйте. Что означает банкротство для фарминдустрии? В целом банкротство приведет к значительным изменениям и сбоям в аптечном и розничном бизнесе. Масштабы будут зависеть от того насколько масштабной будет реструктуризация и какая часть магазинов сохранится. Это будет зависеть от плана реорганизации который должен еще предоставить менеджмент райтейда и который должен будет утвердить судья. Кроме того естественно будет потеряно определенное количество рабочих мест. Как сказал предыдущий комментатор будет закрыто определенное количество магазинов. Что может повлиять на цены на препараты которые продает райтейд и также привести к другим структурным изменениям в индустрии. Какова вообще роль этой сети в эпиодном кризисе? Ведь аптеки по сути просто отпускают лекарства по рецепту. Согласно Министерству юстиции Департмент of Justice США которое является настоящий момент основным агентством которое принесло иски против райтейд они обвинили их в том что они заполняли неполные или неверно заполненные рецепты что во многих случаях им не предоставлялись действительные регистрационные номера ДЕА или что рецепты были выписаны на основании недействительных диагнозов и что таким образом райтейд игнорировала так называемые красные флажки что у них отсутствовал надзор который мог контролировать деятельность по отпуску лекарств и что таким образом компания может быть не напрямую но уж точно косвенно внесла свой вклад в развитие эпидемии совсем у нас мало времени осталось но все же когда говорят что это просто ликвидация собственного капитала что это означает это обозначает что существующие акционеры скорее всего останутся ни с чем компания находится в стадии реорганизации долгов соответственно они скорее всего расплатятся с кредиторами может быть не 100 центов на доллар но будет какой-то план выплаты долгов а вот существующие акционеры останутся ни с чем спасибо большое Евгений Гуревич финансовый консультант отвечал на наши вопросы Одна из предвыборных инициатив Джо Байдена переход к зеленой экономике и борьба за чистоту воздуха подняли на поверхность вопрос с утилизацией предметов содержащих хладагента закон о чистом воздухе запрещает преднамеренный выброс большинства из них американский закон об инновациях и производстве принятый в декабре 2020 года требует от агентства по охране окружающей среды США поэтапного сокращения производства и использования гидрофторуглеродов или сокращенных ГФУ на 85% к 2036 году бытовой холодильник и морозильник на протяжении всего срока службы пока они стоят у вас дома считаются безопасными потому что все они герметично запечатаны на заводе отправлены вам чтобы хорошо работать вопрос в том что с ними происходит когда вы его выбрасываете и сможет ли кто-нибудь правильно восстановить холодагент не выбрасывая ничего в окружающую среду а именно это происходит сейчас в случае неверной утилизации холодильников холодагенты вытекут и будут разрушать чувствительную атмосферу земли один из наиболее распространенных известный как R410A в 2000 раз более вреден для климата чем углекислый газ образующийся при сжигании угля и бензина сейчас в США существуют устойчивые альтернативы по переработке холодагентов и одновременно в Гарварде ведутся разработки новых вариантов итак моя лаборатория пытается разработать новое поколение твердых холодагентов которые смогут обеспечить более устойчивое охлаждение мы пытаемся заменить летучие второугольные холодагенты такие как фреон который присутствует почти в каждом кондиционере или холодильнике по всему миру исследования твердых холодагентов находятся в зачаточном состоянии однако в лаборатории заявляют что с оптимизмом смотрят на их потенциал поскольку его можно будет использовать в холодильниках коммерческих зданиях и домов ожидается что спрос на охлаждающее оборудование будет быстро расти по мере усиления глобального потепления по мнению экспертов новые разработки смогут оказать значительное положительное влияние на борьбу за чистый воздух и зеленую экономику на этом мы завершаем американский сквозной эфир провела его я Диана Леснича впереди у нас рубрика без комментариев и затем программа дежурной по Нью-Йорку до встречи субтитры 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 субтитры